А, перелил! Слишком много! Всё, хватит! А! Всё в масле! Всё пошло не так, как... А! Масло разбилось. Ха, во всем, ребятки! С вами шеф-повар Foxneo, и сегодня мы продолжим играть в кукинг-симулятор. Симулятор кухни. И остановились мы на конце первого дня, и как оказалось, мне дали какой-то навык, и тут написано, этот перк рекомендуется новым игрокам. Что это за перк? Руки не дрожат. Удерживайте shift, чтобы зафиксировать предмет на месте во время нарезания. Интересная функция, но что тут ещё интересного есть? Так-так-так. Получите три дополнительных очков навыков вместо открытия перка. Нажмите shift, чтобы ходить быстрее. Тарелки никогда не будут биться. Вот это вот было бы полезно для меня! Бутылки никогда не будут биться. Берите и носите горячие ингредиенты в руках. Так, вы можете дотянуться дальше, когда берёте или кладёте предметы. Верните деньги за заказ, чтобы сберечь очки славы. Узнавайте температуру ингредиентов в закрытой духовке. Ресторанный критик будет менее требовательный на экзамене. Я думаю, это мне пока не пригодится. Господи, сколько же тут всего? О май гад! Давайте ну выберем то, что они просят. Руки не дрожат. Не знаю, как мне это пригодится, но да фиг с ним. Очки навыков ещё какие-то доступны? Так, не-не-не. Отстань, баба, я сам разберусь. Сколько у меня очков навыков? Три. А тут везде десять требуется. Вообще везде. Или нет? Так, гости платят на десять, тридцать, пятьдесят процентов больше за заказы вне зависимости от оценки. Это интересный навык. За поданные блюда начисляются больше опыта, ежедневные задания, кухонный декор, оценка. Короче, самые первые выбираем. И нормально. А у меня даже три. Так, ну всё, я просрал все свои навыки. Начинаем второй день и будем надеяться, что всё будет окей. Привет, вы так же взволнованы, как и я. Помните, что всё, что вы подадите сегодня, повлияет на вашу репутацию. Нет, мы не сделаем этот ресторан лучшим в городе. Давайте сделаем ресторан худшим в городе. Вот это вот нормальная задача. Мы это называем подготовительной фазой. Название говорит само за себя. Заказов пока нет, но вы можете использовать любые предметы на кухне. Так, не забудьте приготовить ингредиенты. Я, кстати, заметил, что я могу положить нож вот в эту вот штучку. Или нет, это для ножей. Я хочу нож положить. О, класс. А знаете что, это отличный повод заглянуть в ноутбук. Да нет, это фиговый повод заглянуть в ноутбук. Вот поэтому у вас стоя одна рука. Ха-ха. Нож острая штука. Как вы уже сами понимаете. Кладите ингредиент на доску, берите нож и надейтесь, что всё обойдётся. Как говорит моя девушка, форма не имеет значения, если размер подходящий. Смотрите только, чтобы никто не подавился. Да, чувак, от твоих шуток, вот, я думаю, все подавятся. Давайте это говно выкинем. Прочесть записку. Выбрасываем эту записку. Я не хочу, чтобы тупые шутки находились на моей кухне. Это, блин, не для меня. Так, что в ноутбуке у нас нового? Менеджер навыков. Так, ну это всё я видел, всё окей, как бы. Навыки дают небольшие преимущества в геймплее. Если вы не потратили свои очки навыков вчера, вы можете сделать это сегодня. Всё, что можно было просрать, я благополучно просрал. Так, ещё достаточно славы нужно набрать. Ну, тут, короче, всё понятно, всё очень скучно, всё очень интересно. Блин, мать, ну как много ты мне всего рассказываешь, я уже готов готовить всё. Нужно использовать ноутбук. Так, тихо. Вам нужно научиться разблокировать перки. Откройте подсвеченное приложение, это менеджер перков. Да я уже умею использовать перки, я не такой тупой. Вот они перки. Вот они перки, и следующий будет на третьем уровне, потом на пятом, восьмом, одиннадцатом, четырнадцатом, семнадцатом, двадцатом. Как бы ничего интересного тут нет. Так, сохранение. Привет, я решил, что сегодня вам ещё понадоблюсь, но только сегодня. Не слишком привязывайтесь. Окей, мистер Гордон. Наш первый заказ на сегодня. Стейк лосося с вареным картофелем. У меня на него всего семь минут. Найдите большую кастрюлю, в ней мы будем варить картофель. О, большие кастрюли, это я знаю, это вот. Так, налейте вода. Один литр холодной воды. Окей, наливаем литр холодной воды. Поворачиваем кран. Да нет, нет, нет! Так, правая ручка. Мне нужен литр. Ещё немного. Так, литр, литр, литр. Да, да ты мне заговоротил, я не вижу нихрена! Всё, ровно литр. Замечательно. Добавьте соль в большую кастрюлю. Так, кастрюля стоит тут. Соль у меня находится вот здесь. Добавляем сколько? 20 грамм соли. Так, 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 добавляем соль! Кидаем соляночку! Нормально. Всё, замечательно. Подойдите и купите две картофельные, не выпускай кастрюлю из рук. Почему не выпускай кастрюлю из рук? Так, две картофельные. Один и два. Замечательно, мы купили две картошки. Эй, а вторая куда делась? АААА! Я всё запачкал! Что это за говно? Ладно, ещё одну картофельную купим. Только не упади. Всё, замечательно. Поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель. Эм, по-моему, не это. О, всё, вроде варится. Так, купить филе лосося нужно. Так, покупаем филе лосося. Я купил филе. Так, разделочная доска здесь. Приправьте её солью и чёрным перцем. Это я умею. Я могу сразу два взять? Нет, не могу, блин. А жалко. Так, а сколько надо грамм-то? Вроде пять. Так, один, два, три, четыре, пять. Замечательно. Теперь хватаем чёрный перец. Блин, надо все приправы положить сюда. Один, два, три, четыре, пять. Ой, даже шесть положили вроде. Замечательно. В рецепте сказано жарить в масле. Значит, нам понадобится сковорода. Найдите её. Вот она, она, сковорода. Кидаем сюда стейк. Окей. Да, вот она, она. Да я, она и там так стояла. Чё ты, блин, за фигнёй страдаешь? Немного подсолнечного масла. Десять миллилитров будет достаточно. Так, наливай. Да лей ты уже. А, перелил! Слишком много! Всё, хватит! А, всё в масле! Всё, пошло не так, как... Ааааа! Масло разбилось. Твою мать. Я просрал масло. Так, окей, двадцать миллилитров, а не десять. Пожарьте. Так, жарим. Не та. Вот это вот. Окей, жарим. Твою мать, и мне это убирать ещё, да? А где мусорка, да? О, пырнуть можно кого-нибудь! Давай, кому не нравится моя пища, подходите по одному, ублюдки! Всех пырнуло так. Опа! Так, окей, мусорка. Давайте выкинем всё в мусор. Так, тут всё окей. Как понять? А, вот. Типа готовность. А у картошки? Картошка вообще там жарится, нет? Да вроде должна. Мне нужно всё это добро убрать отсюда. Убираем. А то я ещё наступлю на это говно и буду без ноги тут ходить. Так, убираем всё это, и мне нужно купить новое масло, потому что старое я как бы просрал, а масло это как бы не дешёвое, так что я немного идиот. Этого тоже убираем. Всё ок. Нет, ещё не всё ок. Как понять, картошка готова или нет? Может, я воду всю вылил? Может, проблема в том, что там нет воды? Кажется, там нет воды. Так, лосось готов. Ставим его сюда. А, перевернуть нужно. Так, лопатка. Эм... Окей. Это было странно! Это было офигеть как странно. Так, ещё. Давайте сюда воды, что ли, нальём? Так, мне нужно налить воды. Правая ручка. Наливается литр. Всё, хоре-хоре-хоре. Всё, литра будет достаточно. Кладём. О, теперь они варятся. Слава богу, до этого они даже не варились. Так, а как понять, что ты готов? Ещё раз перевернуть? Да как часто его нужно переворачивать? Да всё ок. Не нужно его переворачивать. Не-не-не. Хватай. Ещё раз переворачиваем. Всё окей. Я его перевернул. Почему задача не выполнена? А почему вода стала жёлтой? Мне кажется, что-то пошло не так. Так, картошка. Картошка не готова. У меня есть что-то вроде, я не знаю, веника, чтобы всё это говно убрать отсюда. У меня вся кухня засрана. Это ненормально, мне кажется. Ой, воду забыл выключить. За воду тоже платить надо. А, а, краник выключись. Фух, слава богу, я просрал 10 литров воды. Вот это жесть. Господи, как сложно-то! Так, а что значит вода? Это вода сейчас вскипятится только? О, Господи, как сложно. Так, ты готов? А, я не могу трогать его горячими руками. Блин. Окей. Переворачиваем тебя ещё раз. Да всё, я его перевернул. Может, надо подкинуть, типа, ОВА! ОВА! Чё не подкидывается-то? Нифига ж себе. Вот это прикол. Видали, чё могу? Перевернул просто по-царски. Жаркий стейк 60 секунд. Жарим. Так, картошка готовится. Всё окей. Вот это только ненормально. Давайте купим масло ещё, а то масло как бы просрал. Теперь вообще нехорошо. Так, покупаем масло. Ставим его опять. Это надо не разбить. Так. А как понять, когда пройдёт 60 секунд? Это ненормально! Это сложно, блин! Слишком сложно! Это филе лосося по-фоксенски. Запоминайте, скоро во всех ресторанах страны, а возможно даже и мира. Скоро будет готов. Так, прямо на тарелку положить? Окей, мне нужна тарелка тогда. Берём тарелку и стараемся её не разбить по дороге, а то у меня с этим небольшие проблемы, как вы знаете. Так, картошка. А в смысле слишком горячо? Вот так. Да нормально, и так пойдёт. Всё, пойдёт. Выкинь эту говно. Ааа, горячо! Так, вот так, вот так. Замечательно. Я думаю, всё окей. Надо газ выключить. Нет, не включить, а выключить. Тарелка, простота, с филе лосося. Так, 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 так. Кладём это сюда. Наконец-то, господи, это было тяжело. Фотографировать это говно мы опять не будем. Погнали. По-моему, я опоздал. Так, вкус. Вкус фиговый. Скорость нормальная, общий счёт. Ну, как бы на четвёрочку приготовил. Фух. Так, жалобы какие. Техника идеальна, температура идеальна. Ну, я неплох. Я неплох. Нормально всё. Главное, не обанкротиться. Нет времени отдыхать. Поступил в следующий заказ. Так, как это готовить? Добавьте в кастрюлю ингредиенты. Большая кастрюля опять нужна. Так, хватаем вот эту вот. Налейте 700 миллилитров куриного бульона. Куда я его просрал? Вот он, куриный бульон. 700 миллилитров наливаем. Погнали. Поехали. Так, наливается потихоньку, потихоньку, потихонечку. Тихо, 700. Готово! Да блин, как это обратно переворачивать-то? Так, кладём это сюда. Мы опять всю кухню засрали. Нет, сюда даже положить нельзя. Ладно, сюда кладём. Быстрее, быстрее. Соль, перец. Нужно всё это быстренько добавить. Так, 12, 2, 3... Так, ещё один. Грамм, всё замечательно. По вкусу всё нормально. Готовим всё по рецепту. Так, 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 готово. Замечательно. Вот это я уже профессионал. В смысле? Ой, я, кажется, не то добавил. Мне нужен был чёрный перец. А где чёрный перец? О, нет. Что-то пошло не так. А, вот этот чёрный перец. Так, ну ладно, добавили. Красный перец, чёрный перец. Да пофиг! Всем всё понравится. Это моё блюдо. Чё хочу, то я добавляю, блин! Добавьте 8 помидор! Где мои помидоры? Так, помидор 1. А чё, я должен по одному таскать? Нет, давайте сразу возьмём вот так. И будем хватать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Может и не 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, вот. Теперь будет 8. Замечательно. Луковица ещё одна нужна. Окей, хватаем лук. Откуда у меня столько лука, блин? И почему я плачу только, когда беру одну? Варите суп. Ой, а чё это у меня тут горит? Я за газ просто так плачу, что ли? Так, суп варится. Фух, это сложно! Я никогда не думал, что быть поваром настолько сложно. Картошка. Куда мы положим картошку? Я эту картошку купил. Пусть тут лежит. Всё нормально. Никто не заметит, что она валялась на полу. Так, всё это добро готовится. Сковородка убираем. Да блин, мне нужно почистить мою кухню. Моя кухня максимально засрана. Просто максимально. На моей кухне полнейший, мать его, срач. Так, шо тут ещё происходит? Давайте записочки поубираем. Так, это можно выбросить. Это что? Играть на работе здорово. Было здорово, пока полиция не поймала нас набираться. Без тех пор никаких развлечений. Только финансы, рецепты, декор. Менеджеру показалась хорошая идея установить программы для повышения квалификации. Но я в них не верю. Окей. Это вам не даст сойти с ума. Хола босса нова помогла мне не бросить эту работу через неделю. В памяти есть кое-какая музыка. Но не стесняйтесь добавлять свою. После некоторых манипуляций у меня получилось запустить даже интернет-радио. Так, включаем. Какое-то говно играет, ну ладно, пусть играется. И мы так хоть с ума не сойдём. Так, у тебя тут всё готово, нет? Нет, ещё не всё готово. Пусть потихоньку варится супчик. А, вот. Вот губка. Давайте вытирать всё. Губка. Губка, мать твою, вытирай всё, почему ты ничего не вытираешь? Бррр, тупая губка, нифига не работает. А вот дома всё работает. Так, ну а где взять что-что-нибудь? Выключить огонь и измельчить ингредиент в кастрюле. Как я, по-твоему, это сделаю? А, точно, у меня же есть блендер. Замешиваем всё. Поехали. Так, 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 так. Опа, опа. Всё, красота. Всё, мне понравилось, это было интересно. Так, ещё сметанки немножко нужно. Где у меня сметанка? Она вроде должна быть в холодильнике, но я её где-то просрал. Сметана, ты где? Сметана, у меня время идёт. Сметана! А, вот она, сметана. Окей. 150 миллилитров. Так, наклоняем бутылку. Надо её научиться быстро отклонять назад. Опа, всё, хватит. Я переборщил немножко, но ничего, бывает. Так, взять глубокую тарелку. Простота. Что значит простота? Наверное, простую глубокую тарелку. Вот эту вот. Замечательно. Вот так вот делаем. О, нет! Только нет! А у меня проблемы с переливанием, а мне нужно суп переливать. Вот дерьмо. Так, ладно. Это будет опасно. Тихо. Погнали. Всё, замечательно. А сколько нужно было миллилитров? 300? Ну, окей. Вот у нас небольшой перевес будет. Я думаю, чуваку понравится, что я ему много супчика наложил. Так, давайте вот это сфоткаем. Но вот это вот красотища! Блин! Ну я прям похлопаю. Это же просто офигенное блюдо. Как же оно круто выглядит. Давайте поле обзора изменим. Вот такое вот будет наклон камеры. Вот такое эпичное блюдо. Так, что ещё тут? Глубина резкости, конечно, включим. Так, вот так вот. Пусть будет окей. Мне нужно немного поближе. Вот так. А всё, что вздали, пусть будет немного подразмыто. Так, фильтр. Инстаграм-фильтры нужно какие-нибудь красивые. Вот тут максимально круто всё выглядит. Так, рамку, конечно же. Добавляем рамку вот такую вот с романтикой. Это самый романтичный суп в мире. Логотип игры обязательно добавим тоже. Размер логотипа пусть будет огромный, чтобы все знали, где я это делаю. И так, всё, всё замечательно. Замечательно, всё готово. Томатный суп, поехал. Это будет на 5 из 5. Да как это не на 5 из 5? Но вкус же идеальный был. Я сам его лизнул, пока никто не видел. Было очень вкусно. Прям обалдеть, как вкусно. Температура идеальна, техника. Неправильное количество продукта. Блин, ну да, немного переборщил. Ну бывает же у всех. Новый заказ уже здесь. Одна запечатанная форель. Ой, какая нафиг запечатанная, запечённая? А, нет! Нет, форель, я не справлюсь сам! Так, возьмите продукт форель 200 грамм. Приправа... Так, окей. Фух, это будет тяжело. Ты форель? Да. Так, мне нужна тогда тарелка. А какая тарелка нужна? Любая, наверное, тарелка. Так, обычную тарелку возьмём. Поставим тарелку сюда. Возьмём форель. Окей, кладём форель сюда. Чё там... Чем нужно приправлять всё это дерьмо? Чёрный перец, сушёный тимьян, сушёный укроп. Так, сушёный укроп там же нужен, да? У меня с памятью большие проблемы, но я когда-нибудь выучу все рецепты. Всё будет окей, не переживайте. Я когда-нибудь стану профессиональным поваром. Но... Ой, переборщил немного. Но да пофиг, всё равно будет 5 из 5, они меня любят. Так, ещё тимьян, тимьян, тимьян. А где это дерьмо, которое я боюсь? Вот звучит тимьян, звучит, как будто это какой-то маньяк-убийца. Так, положили немного маньяка-убийцы. Чё ещё там надо? Поместите на противень, поставьте в духовку на 90 секунд. А потом сушёный хрен. Окей, а где у меня противень? Я где-то просрал противень. По-моему, она там и лежит. Так, хватаем форель, кладём сюда. Ой, главное не уронить рыбу, как в тот раз. А почему я не могу? Мне это не нравится. Кладём это сюда, берём противень. Почему я просто не могу положить рыбу на противень? В чём проблема? Аааа! Рыба упала! Так, никто ничего не заметит. Кладём, аккуратно. Рыба скользкая, всё окей. Закрываем. 90 секунд. Аааа! Как понять, что пройдёт 90 секунд? Установить таймер. Так, 90 секунд. Это полторы минуты. Окей, кладём таймер сюда. Ну, примерно так. Так, 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 так. Потом тарелку. Вот сюда. Сразу надо приготовить сушёный хрен. Где он тут? Сушёный хрен. Эй, подождите, а где я просрал хрен? А, вот он. Он немного упал и рассыпался, да? Ааа, блин, вся кухня засрана. Какой ужас. Так, а можно как-то типа открыть и посмотреть, как это делают супер-пупер повара? Да, можно. Это мне немного упрощает задачу. А, так тут везде эти грёбаные кранчики. Так это ж просто. А, ещё лимон. Лимон. Срочно лимон. Где взять лимон? Я уже забыл совсем. Так, вот он лимон. Хватаем лимон. Тащим лимон сюда. Промахнулся немного. Нужно его на четыре дольки разрезать. Хватаем нож. Один удар. А можно как-то повернуть? А, вот, замечательно. И теперь вот таким вот образом. О, четыре дольки. Идеальный причём. Замечательно. На это мы потом всё положим. Сколько там времени прошло? Ещё секунд двадцать есть, окей. Сушёный хрен готов. Суп готов. Я ему ещё суп сверху налью, чтобы было повкуснее. Так, ещё немного. Замечательно. Ну, я прям чувствую себя топ-шеф-поваром in the world. Я думаю, профессиональный меня ещё никто в эту игру не играл. Ну, кроме всех, конечно же. Так. О, если я устрою пожар, тут всё потушится. Клёво. Это хорошие новости. Так, вроде готово. Да, готовая форель. Ай, ну да, нельзя брать. Ну, конечно. Так, да. Замечательно. Врубайся. Кладём тебя обратно. Берём тарелку. Берём рыбу. Берём лимоны вся. Да нет, нет, нет. Лимоны все берём. Замечательно. Вроде блюдо готово. А, с сушёным хреном забыл ещё приправить. Так, хрен. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Эм, вроде ничего не перепутал. А, ещё петрушку забыл. Точно. Петрушку. 6 грамм. АААААА! Всё попадало! Грёбаная рыба, ненавижу тебя. А, она ещё и горячая. Блин, надо поаккуратней ёрзать. Я люблю, чтобы всё у меня... Да, удары. Без комментариев. Да, хватит падать, успокойся. Да ты тупая рыбина! Стой на месте, блин! У нас время идёт. Так, тупая рыбина, будь на месте. Один, два, три, четыре, пять. По-моему, переборщил, но да пофиг. Вроде ничего не забыл, давайте подавать блюдо. Буду надеяться, это было идеально. Фоткать я опять это не буду. Фух, так, вкус! Пипе, почти пять из пяти! Камон! Йоу, это круто! Гость доволен! Температура идеальная. Неправильное количество продукта и... Шон и хрень недостаточно. Да пофиг, почти пять из пяти. Вы быстро освоились основами. И какой у нас план, спрашиваете вы? Так, что-то там она болтает опять. Не будем слушать эту женщину. Она слишком много разговаривает. Не нужно слушать людей, которые слишком много разговаривают. Нужно ещё привлечь ресторанного критика. Для этого нужно выполнить норму по очкам славы в конце дня. А, о, нет! Это ваше первое здание. Поднимите наш уровень славы хотя бы до тридцати. А может не надо? Ой, я выполнил норму по уровню славы. Ну тогда надо, тогда ок! Завите самого крутого ресторанного критика. Ему всё понравится. Лучше, конечно, брать больше нормы, чтобы не нервничать. Да насрать! Да ну господи, давай! Он хочет попробовать вашу еду завтра. Впечатлите его и нам гарантированно звезда славы. Окей, завтра мы будем впечатлять ресторанного критика. Как вам такое? Давайте только выберем себе новые навыки. Можно, кстати, поднять последний уровень прибыли, но нет. Так, так, так. Заподанные блюда начисляются больше очков. Мне, наверное, вот это для критика понадобится. Но что тут ещё есть? Декор всякий, цепочка блюд, скидка на жидкости, скидка на продукты, на ремонт, быстрый ремонт. О, господи, сколько тут всего. Время сгорания можно поднимать, время подачи блюд увеличивать. Вот это мне, кстати, пригодится. И давайте вот это ещё прокачаем. Замечательно. Можем ещё один рецепт выбрать. Так, наше меню расширить нужно. Свинина на кости с печёным картофелем. Это я, кстати, люблю. Вкусное блюдо. Простой украинский борщ. Там в названии есть слово «простой». Это меня устраивает. Простой я беру простой. Так, простой украинский борщ я беру. Выбрали борщ, всё у нас замечательно. И обязательно поставьте лайк. Соберём, я не знаю, 4000 лайков, чтобы было минимум 4 звезды у Ресторанного Критика в следующей серии, если... Если следующая серия вообще будет. Но вы же хотите, чтобы она была? Если хотите, обязательно подпишитесь на канал, оставьте комментарий и не забудьте, что с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok